Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами мы смастерим еще одного смешарика. Отгадайте, кого? Всех смешариков верный друг. Он знаток огородных наук. В лапы он берет лопату и зовут его... Конечно, Копатыч! Для работы нам потребуются акриловые нитки для вязания коричневого цвета, приспособления для изготовления помпонов красный, коричневый фетр, синильная проволока, глазки, горячий пистолет, ножницы, трафареты ушек, простой карандаш, белый картон, куашь красного и желтого цветов, стаканчик с водой, кисточка для рисования и две пластиковые крышки разного диаметра. Берем приспособления для изготовления помпонов и нитки. Наматываем нити плотно на обе стороны приспособления. Важно, чтобы ниточки лежали рядом друг с другом. Закрываем оба замочка приспособления, разрезаем ножницами нитки по кругу и плотно завязываем середину. Снимаем приспособление и у нас получается помпун. Он очень лохматый, поэтому нужно сделать Копатычу прическу. Берем ножницы и подрезаем все торчащие ниточки вокруг. А теперь будем делать брови Копатыча. Берем синильную проволоку и отрезаем два коротких отрезка. Из пушистой проволоки делаем лапки Копатыча. Отрезаем ножницами три отрезка, один из которых длиннее. Из двух коротких делаем лапки в виде капельки, а оставшийся отрезок проволоки сгибаем в виде сердечка. Делаем нос Копатыча из пушистой проволоки. Нос мишарика овальной формы. Отрезаем небольшой кусочек проволоки и скручиваем его плотной спиралькой. Из коричневого фетра вырезаем ушки Копатыча. Берем шаблон и обводим его при помощи карандаша. И вырезаем ножницами две детали. Из красного фетра вырезаем ротик. Деталь мелкая, поэтому нужно попросить помощи взрослым. Пришло время сделать Копатычу шляпу. Берем картон, пластиковую крышку и обводим ее при помощи карандаша. Вырезаем деталь. Это будут поля шляпы. Приклеиваем крышку меньшего диаметра к картону в центре детали. Можно использовать универсальный клей или горячий пистолет. Не забываем про технику безопасности при работе с ним. Выполнять склеивание нужно при помощи взрослых. Теперь раскрашиваем шляпу. Если у вас есть оранжевый цвет в наборе красок, можно использовать готовый цвет. Если нет, то смешиваем красный и желтый и получаем оранжевый цвет, необходимый нам для раскрашивания шляпы. Раскрашиваем шляпу Копатыча в оранжевый цвет. Шляпку можно изготовить из фетра или любого другого материала. Вот все детали для сборки Копатыча готовы. Берем лапки в виде сердечка и приклеиваем их к нижней части шара. Если вы используете горячий пистолет, напоминаю, не забываем про технику безопасности при работе с ним. С правой и левой стороны шара приклеиваем лапы, а в верхней части шара уши. Приклеиваем глазки. Над глазами приклеиваем брови. Приклеиваем носик и ротик Копатычу. Наш Копатыч готов. Копатыч – опытный огородник. Он выращивает много полезных овощей и фруктов. В следующий раз мы с вами сделаем их. До свидания, ребята! До новых встреч!